рад приветствовать вас на нашем очередном онлайн-семинаре с эмитентом облигаций и сегодня у нас гостях девелоперская компания glorox мы уже проводили семинар с этим эмитентом год назад накануне предыдущего выпуска облигации сейчас компания снова планирует размещение поэтому мы зададим самые актуальные вопросы о текущем состоянии дел и перспективах бизнеса небольшая справка компании glorox работает на рынке недвижимости с 2014 года и специализируется на мультиформатном девелопменте компания занимается строительством жилых комплексов коммерческой недвижимости а также объектов социальной инфраструктуры успешно сдала в эксплуатацию несколько проектов общей площади почти в 700 тысяч квадратных метров прошлом году glorox увеличил объем своего земельного банка и вышел сразу в три новых для себя региона это нижний новгород ленинградская область и казань таким образом география деятельности компании на данный момент охватывает пять регионов москву санкт-петербург ленинградскую область нижний новгород и казань в текущем портфеле компании представлено 17 проектов объем портфеля проекта составляет около 6 миллионов квадратных метров в нижнем новгороде glorox приступил к реализации масштабного проекта комплексного освоения территории в историческом центре города что касается ленобласти там застройщик приобрел участок площадью девять с половиной гектар в поселке новоселье которым планирует возвести 6 жилых корпусов в казани glorox планирует построить несколько жилых проектов совокупной площадью не менее 500 тысяч квадратных метров в октябре 23 года рейтинговое агентство акра подтвердило кредитный рейтинг о glorox на уровне 3b минус изменив прогноз стабильного на позитивный и в настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций имитента общим объемом два с половиной миллиарда рублей и у нас в гостях глеб шурпик вице-президент блока экономики и финансов компании glorox глеб по традиции вам слово после вашей презентации мы перейдем к сессии вопросов и ответов сергей добрый день добрый день уважаемые коллеги инвесторы сергей спасибо большое за очень красноречивый интернет наш компании я наверное немножко продолжу в этом же направлении расскажу о компании glorox ее бизнес-модели чуть более подробно действительно город в этом году 10 лет действительно компания занимается девелопментом в нескольких регионах российской федерации и одна из ключевых точек роста которые компания рассматривает на горизонте ближайших трех-четырех лет это именно региональная экспансия мы являемся по сути вертикально интегрированным девелоперам реализуем инхаус практически все необходимые функции внутри компании считаем что данный подход крайне эффективны как с точки зрения работы с клиентами так с точки зрения выстраивания бизнес-процессов под дальнейшее масштабирование и эффективную работу с себестоимостью как вы можете видеть на нашей презентации мы достаточно бодро растем последние годы наращиваем портфель прошлом году показали по сути рекордные цифры для себя по контрактации квадратных метров продав недвижимости преимущественно санкт-петербурге и нижнем новгороде и москве более чем на 18 миллиардов рублей также мы в этом году пойма с по признаем выручку на уровне 14,3 миллиарда рублей считаем что несмотря на все вызовы и сложности которые испытывает российская экономика последние годы рынок недвижимости остается остается одним из ключевых направлений как с точки зрения доли ввп которая остается стабильно на уровне 12-13 процентов так и с точки зрения прочих макроэкономических индикаторов надо понимать что у нас действительно в стране очень высокая доля устаревшего жилого фонда и при этом мы констатируем что достаточно низкая доля тоже там ипотеки во внутреннем головом продукте ну и последние пару лет мы констатируем достаточно широкие меры государственной поддержки индустрии которые несмотря на то что 23 года начало 24 года коррекция о том что это прекрасная поддержка будет ослабляться тем не менее основные инструменты стимулирования спроса как например семейная ипотека федерального послания владимировича путина была условно продлена до 2030 года еще раз даст скажем что мы по-прежнему видим в индустрии большой потенциал роста при этом считаем что так называемые переизбыток предложения на рынке недвижимости если и можно наблюдать то все таки наиболее крупных регионов москва частично санкт-петербург в других же регионах нашей страны на самом деле такого переизбытка предложения не наблюдается и на самом деле одной из наших таких ключевых точек роста и ключевых положений нашей стратегии является как раз региональная экспансия как я сказал при этом мы видим по очень многим акроэкономическим индикаторам что этот выбор релевантный и даже если вот брать такой показатель как вывод стройку квадратных метров в прошлом двадцать третьем году было выведено стройку порядка 50-50 миллионов квадратных метров из которых 25 миллионов это топ-10 регионов и еще двадцать пять это регионы которые ранее были нужно называется в регарде строительной индустрии мы действительно видим большой апсайт как точки зрения качественного продукта который мы можем предлагать потребитель в этих регионах так и с точки зрения наверное какого-то такого рудиментарного показателя по девелоперам на то есть компании достаточно с устаревшими бизнес-процессами с устаревшим продуктом и так далее ну здесь можно просто бегло посмотреть на наш реализованный проект качественная архитектура великолепно мастер планирования территории эффективно используемых земельных участков непосредственно самих жилых зданий развитая социальная инфраструктура все это наличит в тех проектах которые город уже реализовал и планирует реализовывать в будущем точки зрения регионов у нас есть внутри кристаллизованная логика выбора тех регионов которых мы планируем расти на карте вы можете видеть так наши регионы присутствуют так и те регионы в которые мы планируем выйти в ближайшие годы в первую очередь естественно мы не зацикливаемся на особо крупных регионах но тем не менее минимальный порог входа в этом население города не менее 300 тысяч человек нас крайне важно чтобы губернаторов убийцы губернаторов главных архитекторов был прогрессивный подход к урбанистике развитие социальных пространств развитие общественных пространств мы считаем что в этом наверное одно из ключевых преимуществ всех проектов городцы и конечно здесь находить общий язык органического области конечно называется на одной странице гораздо проще мы успешно реализовываем так называемый механизм комплексного развития территории в нижнем новгороде разской области планируем его очень активно используйте в других регионах естественно желание и готовность реализовывать такие механизмы со стороны органической планки власти тоже является одним из важных и ключевых и критериев для выхода тот или иной регион как сергей сказал в этом году мы вышли уже три региона и планируем уже в четвертом году еще добавить регионов которым работаем как минимум пять основной фокус это красноярск это дальний восток екатеринбург сибирь а при этом конечно же уже сейчас мы на примере нижнего новгорода можно отказать такой секс истории да то есть два года назад у нас по сути не было ни единого проекта нижнем новгороде сейчас наш портфель проектов в нижнем превышает 2 миллиона квадратных метров в прошлом году мы запустили наш флагманский проект город с премиум черниговской и планируем в этом году запустить еще два видим большие перспективы тех регионов которых мы либо уже присутствуем либо будем выходить смотрим конечно и такие скажем созвучные духу времени некоторые особенности ребенок конечно в связи с геополитической обстановкой мы в том числе отмечаем в каких регионах высокая доля местного ввп регионального ввп относится на военно-промышленный комплекс барон промышленный комплекс и понимаем что инвестиции вот индустрии ближайшие годы будут достаточно масштабные это тоже может позитивно сказываться на спросе со стороны покупателей ну и не забываем что те льготные оставшиеся льготные программы поддержки ипотеки они в первую очередь с точки зрения чека с точки зрения максимального объема субсидий они конечно более релеванта для региональных проектов для регионального стоимости квадратного метра еще раз да сухие цифры то как за два года за счет очень первых быстрого принятия решений по площадкам за счет быстрого выстраивания очень конструктивного диалога с органами спадной власти в части реализации механизма крт можно в отдельном взятом регионе оказаться первыми первые сливки называется самые лучшие площадки все наши площадки перед нижнем новгороде располагаются на первой линии реки крайне выгодно и качественные локационные характеристики одним из наших ключевых преимуществ с точки зрения работы с клиентами не только но еще и работы себестоимости является то что мы на протяжении последних двух лет кристаллизовывали наш типовой стандартизированный продукт который при этом для покупателя на самом деле является таким эдаким конструктором лего продукт очень с одной стороны для нас типовой а для клиента он кастомизированный клиент из на самом-то деле стандартных конструктивных отделочных и прочих решений выбирают что называется квартиру мечты но для нас это уже хорошо проработано с точки зрения проектирования и производства работ и технического снабжения стандартизированные элементы которые для нас понятны и которые мы за счет экономии масштаба можем очень успешно реализовывать быстро выходить на стройку быстро выходить на продажи и очень тонко настроено работать себестоимость на самом деле мы этот процесс запустили достаточно давно и очень часто констатируем что несмотря ни на какие внешние обстоятельства ни один из наших проектов которые уже будут вводиться в этом и следующем году не вышел за пределы за рамки бюджета которые были приняты в наших финансовых моделях еще в 21 22 годах можно посмотреть как выглядит этот стандартный продукт то есть с одной стороны это может быть не хай-энд архитектура премиального класса но при этом это очень продуманный очень динамичный очень такой человекоцентричный продукт который пользуется очень большим спросом мы продаем наши квартиры особенно комфорт классе комфорт-лайт классе с полной отделкой и более того уже запустили сервисы и меблировки апартаментов и квартир для наших клиентов на самом деле да с одной стороны мы девелопер мультиформат мы не отказываемся от реализации проекта в офисной недвижимости и реализацию проекта мультифункционального назначения однако при этом наша стратегия все только предполагает преимущественный фокус на объектах комфорт-класса а наша собственная продуктовая линейка предполагает до 30 так называемых пресетов то есть типологии квартир которая в зависимости от региона в зависимости от локации может варьироваться от комфорт-класса который в некоторых регионах в принципе считается бизнеса либо премиальным жильем так и до масс-маркета комфорт-лайт это для областной застройки очень повторюсь качественные с одной стороны продукт кастомизированный с одной стороны продукт с другой стороны продукт очень хорошо прогнозируемой себестоимость вторым нашим наверно краеугольным камнем является очень эффективная технология продаж как я уже сказал мы инхаус покрываем практически все стадии адвокатского цикла и несмотря на то что конечно соответственно реальным рынком мы конечно же привлекаем агентов брокеров для продажи наших объектов но тем не менее у нас есть собственные офисы продаж собственные отделы продаж которые очень качественно работают по привлечению клиентов и выстраиванию качественного клиентского пути что позволяет нам и экономить с точки зрения цикла сделки например у нас 90 процентов сделок проходит онлайн в принципе если клиент приобретает например недвижимость инвестиционные цели он может даже не посещать строительную площадку это дает там большие возможности продавать недвижимость не только для резидентов тех регионов где эти проекты находятся у нас очень много кейсов когда квартира в москве сам в петербурге в нижнем но в городе приобретают резиденты у фона имени уфы екатеринбурга мы за счет этой технологии продаж можем достаточно быстро и качественно масштабироваться в любом регионе потому что по сути того чтобы продавать онлайн продавать в интернете нужно лишь просто правильно настроить все необходимые алгоритмы для того чтобы привлекать клиентов очень много мы работаем над развитием наше собственное предложение для клиентов которые покрывают не только цикл покупки но и дальнейший цикл прорывания настоящий момент управляющей компанией которая эксплуатирует наши введенные дома у нас партнерская с очень известной в петербурге компания космосервис но мы планируем в этом году полностью создать эту функцию баланс и предложить для наших клиентов существенно более технологичный и широкий спектр сервисов для проживания делая их жизнь более комфортной задача чтобы наш клиент жил нами называется не год не два не три не пять сколько будет возможно необходимо хоть 50 лет просто лишь повышая класс приобретаемых объектов в линейке продуктов помимо цифровизации процесса продаж мы очень много уделяем внимание естественной цифровизации всех функций которые необходимы девелоперу для успешной реализации проектов вот момент приобретения земель участка до эксплуатации недвижимости мы уже инкорпорировали нашу модернию в систему большое количество цифровых сервисов некоторые из них является достаточно прорывными у нас и мастер-планирование территория осуществляется с частичным промышленным машинного обучения искусственного интеллекта мы естественно широко используем технологии информационного моделирования по сути проектирование стройка и эксплуатация наших объектов ведется с применением 3d моделей 3d двойников наших жилых комплексов ну это не супер новая технология но такой некий технологический маст хэв в индустрии который к сожалению есть на самом деле не в полном объеме не реализован многих еще игроков это собственно говоря перечень наших цифровых сервисов мы на самом деле изначально приняли путь все-таки к работе на внешних сервисах мы не тратим существенное мнение на разработку собственных продуктов считаем что пока масштаба деятельности компании того не требует но я думаю с перспективы года двух мы на базе накопленного опыта на базе накопленного технологического степа и объема разработки конечно же реализуем собственно полноформатное полномасштабное решение для управления девопытским бизнесом для управления девопытским циклом и циклом я думаю что уже в следующем году работа над этим супер апом который будет покрывать весь девопытский цикл начнется в полном объеме коротко про наши текущие и будущие финансовые показатели как вы можете видеть растем очень усердно растем очень темпово по сути два-три раза от года в году нам предстоит повышать наши финансовые показатели как вы можете видеть это не только наши планы но это в общем-то уже и фактические истории в сравнении с 22 года мы действительно почти три раза мы растили выручку два с лишним раза нарастили продажу квадратных метров поэтому те планы которые мы заявляем которые мы констатируем мы стараемся очень аккуратно исполнять соответственно по двадцать четвертому году мы планируем репортить выручку порядка 40 плюс миллиардов рублей не беда на уровне 9 10 миллиардов рублей и чистая прибыль на уровне 2,5-3 миллиардов рублей ну и коротко про нашу не только команду как каковую но и вообще про принципы нашего корпоративного управления они соответствуют лучшим практикам у нас 2022 года функционирует профессиональный совет директоров четырьмя независимыми директорами это такой уже по сути выполненное требование даже московской бирже если говорить про первый кутеревальный список акций плавно подвожу к тому что естественно наша следующая цель на рынках капитала это привычное размещение акций в двадцать пятом году айпио мы считаем что как с точки зрения объема в бизнесе как с точки зрения внутренних процедур финансовой отчетности которую мы зарепортим в двадцать четвертом году и за шесть месяцев двадцать пятого практически будет полностью соответствовать как я уже сказал первым котированием списку для нас айпио наверное не самоцель наверное не некий там финиш рубеж роста это просто одна крайне важная ступень которая во-первых позволяет очень компактно дисциплинировать всю команду для достижения очень сложной задачи по двукратному по сути роста от года к году а во-вторых станет для нас таким инструментом дальнейшего роста потому что понятно что когда компания публичная когда ее акции котируются на бирже существенно упрощается механизм например сделок связи поглощения действительно следующий этап роста когда компания когда компания по сути проще приобретать на отдельно замене участвовать поглощать либо устраивать партнерские совместные предприятия с другими предприятиями индустрии вся команда у нас работа в глороксе уже больше двух-трех лет при классно сплоченный коллектив выстроенные процедуры как на этапе принятия решения на уровне управления так и утверждение этих решений на уровне совета директоров действий комитета по аудиту просто периодическому развитию вознаграждениями кадров планируем этом году отдельно у нас будет комитет который будет отвечать за ECG повестку много уже сделано у нас достаточно экологичные многоэффективные дома мы каждый наш комплекс уже интегрируем систему и умная квартира и умный дом однако безусловно никогда нельзя останавливаться когда мы говорим про принципы ECG чем лучше чем больше я думаю что это будет только на благо всем нашим потребителям всем нашим покупателям и инвеста можно быстро прикрутить следующий слайд наш сайт директоров возглавляет его сергей швейцов первый бывший первый зампред цб нынешний председатель наблюдательного совета биржи также в сайт директоров входит известнейший питерский бизнесмен борис волчек хотя основной владелец бенефициар публичной тоже компании федеральной сети гибермаркетов окей а также с нами работает степени накрещенных это тяжеловес в мире привлечения капиталов и известна тем что свое время делала сделку по слиянию моек с ртс и дальнейшим выведением на рынок ну и совсем недавно закончил очень сложную реструктуризацию одной из крупнейших инфраструктурных подрядчиков россии на аспроект я думаю что на этом наверно по презентации компании все коротко по нашему выпуску лярд рублей два года ежемесячные купоны доходность купону дикатив не выше 18 процентов сейчас мы активно щупом рынок и больше метимся 17 17 25 там что последнее размещение которые были в рынке в том числе наши индустрии позволяют нам рассчитывать спасибо коллеги буду рад вопросом сергея так и ваши давайте активно задавайте готовы печать да глеб спасибо большое за подробную презентацию вы в ней даже ответили на мой традиционный последний вопрос по планам айпио но все-таки наверное начнем сначала мой первый вопрос касается структуры собственности последний раз мы с вами встречались на онлайн семинаре сипонс около года назад напомните пожалуйста нашим зрителям о структуре собственности насколько она сейчас прозрачна кто является основным бенефициаром кто выступает акционерами может быть об изменениях за последний год и его планах изменений в структуре ближайшее время смотрите у нас все стандартно и очень комфортно и все очень стабильно наш основной акционер андрей биржин бизнесмен который всю жизнь работали в девелопменте он был основателем достаточно активно сейчас работающий на рынке москвы московского компании текта тринадцатом году это вышел и собственно говоря гон через год образовал новую компанию глорус его младший партнер александр андрианов владелец миноритарной доли ну и сейчас наверное уже можно коротко об этом сказать безусловно есть тонная программа для менеджеров для топов которая в том числе является одним из таких локомотивов нашей мотивации для выхода на айпио каких-то существенных изменений структуре собственности до момента айпио не предполагается у нас не будет полудороги до айпио там какого-то классического фронтегического инвестора наверно потому что рынок изменился и наверное если говорить про айпио все-таки основной спрофессии со стороны физических инвесторов и институционалов поэтому вот этот трек когда в компанию заходит какой-то такой мощный авторитетный стратег который потом выходит айпио нам сейчас излишне вот соответственно сейчас мы являемся общественной грачной ответственностью ближайшие наверное три-четыре месяца продают акционирование ну и собственно говоря уже начиная я думаю с сентября опять возвращаясь к последний вопрос про айпио сразу расскажу чтобы не возвращаться планы есть я думаю что сентябре будет называемый первый день x x day инвестор в глобусе мы очень подробно расскажем обо всем я думаю что у нас будут издикативы по оценке будет понятно команда размещения и так далее мы сейчас очень активно ведем эту работу для нас айпио это просто очередная ступень к тому чтобы окончательно утвердиться в топ-5 а в идеале топ-3 девелоперов российской федерации на горизонте 26-27 спасибо у меня несколько вопросов по поводу рынка и отрасли которых вы работаете но во первых вы сказали в своей презентации очевидно что в россии одним из драйверов стройки является ипотека но ипотечный рынок сейчас переживает быть и не худшие времена своей истории но однозначно довольно непростые как вы оцениваете текущую ситуацию как то она повлияла на ваши продажи бизнес целом какую динамику ипотечного рынка прогнозируете какие риски закладываете но с учетом позиции регулятор который является довольно жесткой вот действительно так никто не будет спорить с тем что ипотека уже не будет прежней и те действительно супер двумящие с точки зрения спроса 21 22 и в общем то и 23 на самом деле года остается в прошлом но во первых надо все-таки вспомнить что строительная индустрия российской федерации не три года она возникла не в двадцатом году и до этого собственно говоря девелторы ну как-то жили когда у нас порой даже валютная ипотека была на уровне там 13-14 годовых точки зрения 23 года но там наверное можно просто найти как кардиограмму наблюдать как вербальные так и нормативные сигналы от cbm то есть любое нагнетание ситуации точки зрения ипотеки первоначальных взносов требований к заемщикам требований к предельной кредитной нагрузке и так далее ну по сути сразу взрывалась таким вот параболой гиперболой спросе застройщиков то есть сразу люди убежали и закрывали сделки поэтому в целом 23 год там точки зрения реализации планов был по сути однозначно успешно мы перевыполнили планы процентов на 15 я знаю примеры в индустрии когда там на 30 на 40 но это там вопрос насколько консервативно является планирование у нас он там достаточно агрессивно если говорить в целом как бы про макру да то есть про про то что вообще происходит как бы с рынка ну во-первых не забывать что от региона к региону ситуация разная с одной стороны мы помним есть москва есть как бы питер но при этом там тоже есть разные то есть например питер то с учетом очень сложной предоставительной документации там наблюдается большой например дефицит площадок для застройки никого не секрет это связано с пересмотром генерального плана города санкт-петербург и тому как максимально щепетильно относится вообще к правилам застройки действующий губернатор и это не хорошо и не плохо это просто определенная позиция власти она как бы ее это правило с которыми нужно как бы действовать поэтому там вообще наблюдаем дефицит площадок который ну рано или поздно будет сказать о том что цены никуда не денутся в москве ситуация наверное порой а логичная то есть мы здесь видим большой приход региональных игроков и супер активное развитие крт механизмов какие-то проекты которые единично реализуют выходцы бывшей топ-менеджерской партии как бы все все идут в москву мы идем в другом направлении поэтому как я уже сказал все-таки основной элемент семейная ипотека продлена и я думаю что ипотечные программы просто не будут иметь такого массового характера они будут точечные и все равно определенным подспорьем для спроса они будут выступать если про наш там показатели про нашу бизнес модель например в отличие от многих игроков в прошлый год закрыли 67-70 процентов только мы продали в ипотеку в 30 процентах людей пришли и принесли живые деньги закрыли сделки здесь сейчас поэтому наверное там выстроили нашу технологию продаж таким образом что не только ехать на так сказать ипотечный столик который понятно она очень простая на линейная продаешь ипотечный платеж и так далее поскольку у нас очень гибкая технология продаж огромный накопленный опыт огромный там накопленная база клиентов лидов но естественно мы где-то варьируем и стараемся все-таки большое количество сделок закрывать 100 процентов по поводу 24 года пока наверное сложно сказать но иварь февраль не самый как обычно показательный месяц в каких-то проектах мы констатируем хорошая продажа где-то действительно сложновато со стартом щупаем ценообразование но первое у нас все наши финансовые модели они построены таким образом что мы не вкладываем в них индексацию ежегодную цену то есть мы смотрим очень консервативно на это то есть по сути любую нашу финансовую модель взять дельта между ценой старт и ценой финиша это по сути так называемая там отбавка на готовность то есть ну понятно что более готовый объект должен стоить дороже просто точки зрения того что это как минимум экономика физика на арендных платежах которым вынужден нести до заезда там новую квартиру год безусловно будет не очень просто безусловно будет достаточно конкурентным и на первое на первый план все будет выходить искусство девелоперов продавать искусство девелоперов находить клиентов потому что с точки зрения денежной массы с точки зрения наличия денег на счетах у физиков вопрос, как бы ликвидности достаточно, здесь вопрос веры, стабильность, вера как бы в то, что они переплачиваем ли мы, если сейчас покупаем квартиру в моменте. Мы достаточно сурово трассовали нашу пятилетнюю модель, готовясь к сайту директоров, то есть мы вообще, в принципе, применяли как будто бы абсолютно прямо противоположные допущения о том, что и себестоимость вырастет на 15-20%, и цены упадут. То есть это как бы абсолютно логичность, потому что если упадут цены, наверное всего падает спроса, значит будет снижаться предложение. По идее, себестоимость не должна расти, но даже такие как бы применяли истории. Безусловно, в таком случае, конечно же, часть маржи, которая есть у девелоперов, она будет поставлена под сомнение, но тот, кто, первое, очень тонко настраивал работу себестоимостью таких игроков, скажем, не очень мало, но и не очень много, а во-вторых, выстроил полностью там минхаус, клиентский сервис, не зависит от, так сказать, того, от этих факторов, там, стоя или не стоя ноги встал, там, директор брокерского агентства и приведет на тебе клиентов или нет, я думаю, что в этом очень конкурентном периоде, который, по нашему ощущению, будет точно продолжаться в 12-18 месяцах, мы все-таки сможем показать показатели, подтвердить ту модель, которую мы там, базовый сценарий подтвердили на сайте директоров. С точки зрения, там, еще, наверное, важного момента для наших показателей в ближайшие 24-25 год, у нас там все-таки большая часть предельной маржи и выручки это, ну, метры уже проданные. То есть, если просто кто-то, если там коллег, инвестировок не знает, то есть девелопер не имеет права в МСФО признавать выручки, там, по двум ограничениям, больше, чем наторговал и больше, чем построил в процентах от общей готовности. Соответственно, у нас есть там некий такой переизбыток проданных метров, которые мы еще не признали за процентную готовность. То есть, если смотреть на выручку 24-25 года, там, в 24-м году, наверное, проценты. 70 у нас, по сути, тоже проект, который строится, там, распроданный на 60-70 процентов. 25, наверное, там, в 25-м году доля снижается на 50 процентов. Поэтому, естественно, очень внимательно, очень аккуратно, без каких-то, знаете, там, ну, шапки за туда настроения. Но считаем, что это вот небольшой турбулентность, рынок пройдет. Мы понимаем, почему те или иные меры ЦБ вводит. Мы не всегда, там, наверное, с ними согласны, но это правила игры. Мы будем им следовать. Повторюсь, если взять до ковида 2019 год, объем метров строительства был 106 миллионов квадратных метров. Это столько же, сколько сейчас, в 2020 году. Я что-то не помню ни одного банкротного девелопера. Я не помню, чтобы были какие-то, там, элементы, типа американской поддержки, too big, too small, да, и так далее. То есть все было достаточно понятно. И я думаю, что в первую очередь вот эта вот история с ипотекой, она в моей логике должна ударить по несистемным застройщикам. У тех, кого нету большой производственной, там, базы, базы подрядчиков, в которых не выстроена технология продаж, которые, там, 80-90, там, 100% в ипотеку, там, 80% чем сброс. Конечно, им будет существенно более сложнее, чем системным застройщикам. Да, спасибо, Глеб. Постарался, да, Сергей, ответить. Да, 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 развернуто. Вижу, что наши зрители активизировались и задали вопросы. Но сначала задам еще один вопрос, исходя из вашей презентации, того, что вы говорили сейчас. Ваши планы роста, насколько я понял, в основном связаны с региональной экспансией. То есть видно, что она достаточно активная, не скажу агрессивная, но достаточно активная региональная экспансия. При этом сейчас вы сказали, что там успех застройщика будет зависеть от искусства продавать, от искусства искать своего клиента. Откуда уверенность, что в других регионах ваша модель продаж сработает не в домашних регионах, а в новых для вас городах? Ну, наверное, здесь в первую очередь, и сейчас правильно хочу сформулировать, ни в коем случае не пытаюсь обидеть никого из жителей регионов, потому что, собственно, сам родился в Питере на всю жизнь, в общем-то, рост в Сибири. И то, что мы сделали в том же Нижнем, то, как мы работали с брокерами, то, как мы работали с клиентами, какого уровня мероприятия мы проводили, какого уровня мы клиентский сервис оказывали в этом регионе, он, конечно, был фантастическим и удивительным. При том, что мы не тратим больше тех нормативов, которые у нас есть в наших моделях, мы, конечно, умеем удивлять. С учетом того, что все-таки источник поиска клиентов преимущественно это сети, интернет, платформа и так далее, в принципе, от региона наше исследование, которое мы, естественно, заказываем перед выходом в каждый регион, у нас есть большой блок аналитических исследований, которые мы заказываем с точки зрения продуктового предпочтения, с точки зрения структуры доходов, с точки зрения количества одиночных домохозяйств и домохозяйств количества больше одного человека. То есть это, на самом деле, такая большая фундаментальная работа, но мы не констатируем какой-то там большой разницы между тем, как продавать в Ленинградской области, в Нижнем, где бы ни было еще. Естественно, мы почему, как, наверное, следующий этап, а может даже и этап этого года рассматриваем приобретение не просто земельных участков, а там целых компаний, потому что, ну, все равно выход в любой регион или там даже в любую новую страну, конечно, всегда комфортнее делать с партнерами. Но, повторюсь, за 4-6 месяцев до покупки первых площадок у нас появляется на столе огромное количество аналитики как с рынком подряда, с рынком строительных материалов и так далее, и так далее, которые нам позволяют, в общем-то, либо закладывать, ну, скажем, какой-то процент, что называется, на ошибку, что мы не попадем, у нас процент резервирования по расходу, например, да, и он в региональных моделях выше, потому что новый регион, ну, мы наверняка чего-то не учтем. Но это все как бы учитывают наши финансовые результаты. Но второе – подготовка, подготовка, еще раз подготовка. И те примеры, которые мы часто же видим и в Ленинградской области, и в Нижнем Новгороде, многие считают, что в Ленинградской области, это там то же самое, что в Санкт-Петербурге, это не так. Это другой регион, другой субъект федерации, немножко другая страна, да, что называется. Вот. Другая часть страны. Мы считаем, что вот первые эти вот наши пилотные запуски прошли очень успешно, значит, наши основные продуктовые гипотезы работают, и наши основные гипотезы по продвижению тоже работают достаточно эффективно. Да, спасибо. Давайте все-таки перейдем к вопросам зрителей. Вижу, что вопросы интересные. Первый вопрос. У вас на слайде заявлен десятикратный потенциал роста. Раскройте, пожалуйста, тезис, о каких сроках такого роста идет речь? Имеется ли в виду объем строительства, выручка или прибыль или другой показатель? Я думаю, что имеются в виду те показатели. Ну, например, вот у нас сейчас по последней оценке консалтингового бюро Николерс портфель оценивается 54 миллиарда, оценивается на конец прошлого года. Вот, собственно говоря, я не вижу ничего невозможного, потому что она в портфелье через три года будет стоить 500 миллиардов. А с точки зрения, ну, выручки, если в этом году мы там репортим 14 миллиардов, на горизонте 27-28 миллиардов, показатели вырастают до 150-180 миллиардов. Мы вообще, в принципе, с этой точки зрения, у высших денежных, несмотря на то, что выступая на вебинаре для потенциальных бондхолдеров, может быть, для текущих бондхолдеров, кто еще как бы хочет докупить. Я так много говорю про IPO, но в этом, на самом деле, одна и сила нашего IPO, это именно потенциал роста. Потому что какой бы блестящей ни была компания «Самолет», а мы с огромным уважением относимся к, действительно, авангардной для нашей индустрии компании, и более того, мы партнеры, на самом деле, порядок площадок с ними, вместе входим в некоторые проекты, потом, как говорится, каждый идет там уже своим путем. Но мы видим, что, например, мультипликатор «Самолета», сейчас там маркет-кэпки, беда там на уровне трех-четырех, низковато, потому что тяжеловато инвесторам верить, что компания будет продолжать также кратно расти. У нас есть, ну, где-то технические базы, и он, безусловно, наличит. Поэтому финализирую ответ на вопрос. По всем показателям мы рассчитываем на десятикратный рост, и более того, поскольку я уже сказал, что наш базовый сценарий развития достаточно консервативный, вы можете наблюдать, что мы достаточно скромно оцениваемся и по EBITDA марджин, и по NET марджин, потому что, повторюсь, наша модель консервативна и выиграна настолько, что мы как бы не пытаемся убедить инвесторов в том, что мы там покажем EBITDA марджин в два раза выше, чем там лучше сейчас компания на рынке. Я думаю, просто это, скорее всего, невозможно. Но это просто говорит, наверное, о трезвости и корректности наших прогнозов. Да, также зрители спрашивают, вот вижу два вопроса еще от одного из участников. Доля ипотечных сделок от всех продаж, я так понял, 70%, примерно. Да, 30% это люди, которые... 67%, я даже сейчас уточнил, 67%, если быть точным. Да, и цель размещения облигационного выпуска в условиях высоких ставок. А, собственно говоря, в вопросе есть ли ответ? Цикл высоких ставок действительно есть. С учетом того, что в банковском рынке сжимается ликвидность, может быть, не критично пока, но это есть. И стоимость фондирования для самих банков становится дороже. И те условия, которые нам сейчас банки предлагают, например, по так называемым бридж-кредитам, которые мы используем на приобретении земельных участков, ну, они очень агрессивны. А поскольку мы структурируем сейчас наши все сделки в логике длительных рассрочек, то есть мы там, условно говоря, 5-7 сделок закрываем, платим там по 150-200 миллионов, там, условно, авансы, переводим права на земельные участки на себя, выпускаем достаточно оперативную исходно-решительную документацию, капитализируем земельный участок, и после этого уже на совсем других ставках можем прокредитоваться в банке и, собственно говоря, уже получить проект на финансирование. То есть здесь, по сути, такой вот классический подход, что нужно форсировать рост, форсировать его нужно в режиме отсутствия залогов и жестких банковских кавенантов, а самое главное – скорость и принятие решений, потому что мы решение можем принять с учетом выставленных процедур по приобретению земельных участков за две недели, и банк быстрее, чем месяц, полтора решения, и деньги на основу. Поэтому мы, собственно говоря, приняли решение привлечь еще один облигационный заем, который на 100% будет использован на приобретение земельных площадок в, сейчас точно скажу, в четырех точно регионах Российской Федерации. Это Казань, Красноярск, Ярославль и Ленинградская область. Вот. Это просто такой способ быстрее и дешевле, чего уж там, как говорится, их оттаить, закрыть эти сделки, нарастить портфель. И, как я уже сказал, очень важная история, что против пассива, миллиард рублей, мы на горизонте 4-6 месяцев получим актив существенно дороже, чем этот 1 миллиард рублей. То есть LTV, ну, там, так называемый, лоун-то-вэли, то есть размер, как бы, кредитных средств, используемых на приобретение активов и выручной стоимости, он будет снижен там до 0,3, до 0,4, то он, в том числе, там, с точки зрения рисков, достаточно комфортная история. Угу. Еще вопросы с чата. Ваш последний выпуск облигаций, по большей части, вы купили частные инвесторы. Это было около 80% спроса на вашей бумаге. Как вы оцениваете структуру спроса по предстоящему размещению? На кого ориентируетесь? Ну, я думаю, что с учетом того, что эмитент становится более известным, становится больше выпусков бумаг. Наверное, с одной стороны, мне бы хотелось сказать, что физики продемонстрируют такой же активный спрос. Вот. Но я думаю, что немножечко меньше будет спрос со стороны физиков. Это, наверное, просто последствия все-таки суперуспешного, очень мощного размещения самолета. Не суперуспешного, но хорошее, очень достойное размещение брусники. Поэтому я думаю, что, наверное, немножечко аппетит у бондхолдеров к real estate может там чуть снизить. Но я подозреваю, что где-то 60 на 40 мы вполне закроем. Мы, естественно, всегда приобретаем частым инвесторам, потому что, я не буду скрывать, мы сейчас очень активно прорабатываем механизмы. Я надеюсь, что здесь и регуляторы нас поддержат. Мы сможем там из биржи этот продукт продолжить. Моя, что называется, заветная мечта, как с нашими клиентами в части покупки недвижимости, мне хочется, чтобы инвесторы, которые впервые купили в свое время долговую бумагу, они стали вдолгую нашими инвесторами. Может быть, и на IPO, и на SPO. То есть, я думаю, что, конечно, мы всегда ориентируемся на физику. Ряд вопросов касательно вашей отчетности. Первый вопрос. Самый интересный. Да. Какова причина убытков в 2021 и 2022 году по МСФО? Почему убытков не планируете в будущем? И от того же участника вебинара вопрос выручка в 2022 году упала год к году тоже по МСФО. Почему вы видите рост выручки в будущем? Так, наверное, во-первых, спасибо за вопрос. Потому что вопрос, он такой здоровый, когда, первое, люди смотрят материалы, разбираются, второе, ну, действительно, задают вопрос, что мне приятно. Вопрос спасибо. Начну с конца. Соответственно, ну, по МСФО выручкам в 2023 году мы будем репортить 14,6, а в 2022 году она была, по-моему, 6 небольших. Здесь будет как бы рост. За счет чего? Первое. Большая готовность проекта. Это мы можем больше проданных методов в основном выражении признать в отчетности. Вот, если же говорить там про 2021-2022 год, ну, наверное, нужно там, собственно говоря, в этот 2021 год вернуться. Соответственно, что произошло три года назад? Андрей Биржин, наш основной акционер, выкупил своего там миноритарного партнера, Дмитра Коновалова. Он об этом рассказывал неоднократно, там, и зрительного агентства, и так далее. Ну, по сути, стал одиноречным там владельцем. И просто перевернул компанию с точки зрения понимания, с точки зрения амбиции, с точки зрения как бы просто бизнес-модели. И 2021-2022 год, это, собственно говоря, были года, когда первые, ну, мы не могли не наращивать административные издержки, мы нанимали сильных профессионалов, мы, по сути, полностью там меняли команду, привлекали там лучших топ-менеджеров с рынка, из там наиболее респектабельных компаний, включая вашего покорного слугу. Немножко, опять-таки, все-таки отвешу себе комплимент. И это, естественно, приводило к тому, что компания растет, компания наращивает административные издержки, компания очень активно наращивает земельный бар. Но с точки зрения его вывода в рынок и признания выручки в МСФО, ну, нам нужно было там, как бы, пройти цикл полтора-два года, чтобы эти цифры, ну, как говорится, начали соответствовать тому объему портфеля проектов, который мы запустили там в конце 21-начале 22-го года. Соответственно, собственно говоря, сейчас мы вот позинаем плоды вот этой вот экспансии и удельный вес административных и коммерческих издержек в структуре P&L компании, да, о чемпиональных убытках, он, конечно, снижается. Плюс мы все-таки, ну, очень многие системы в компании выстраивали, и, как я уже сказал в начале своего выступления, мы не по одному из бюджетов этих проектов, которые запустили в 20-м году стройку и в продаже, не вышли за рамки этого бюджета, а это в том числе следствие, как я уже говорил, тонко настроенной работы себестоимость. Как пример, мы, по сути, ушли от генподрядной логики работы. У нас есть сейчас там партнер, генподрядчик, который, я думаю, что в этом году войдет полностью в периметр группы. Мы очень взвешенно и тщательно выбираем подрядчиков, очень там тонко как бы работаем с тем, что мы можем позволить себе брать, может быть, не там субподрядчиков, не первого эшелона, но за счет собственных усилий, собственного как бы внимания к их работе, к организации, к работе, где-то к помощи, там с составлением документации и так далее. Мы, собственно говоря, получаем просто гораздо более дешевые там руки рабочие и там снимаем часть маржи, которые там зарабатывали наши подрядчики и подрядчики. Второе, мы запустили в 22-м году систему номинированных материалов. Порядка 70%, если говорить про стоимость строительного бюджета, материалов мы закупаем централизованно сами у поставщиков и производителей, по сути, передаем их подрядчику для производства работы. Вот это, ну вот мы, поскольку часто у нас есть совместные проекты в Питере, где мы социалку строим с другими девелоперами, то есть нагрузка большая, как бы там, да, то есть мы там, просто нам, по условиям проекта, 500 мест в школе, а им там 400. Ну вот есть участок под 900 мест, мы его вместе забираем и строим, и мы тоже тендеры совместные проводим. Мы видим, что мы, ну, как минимум, на одной странице по себестоимости с наиболее крупными компаниями региона, там, 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 с этого, самолета, и всех среднего уровня игроков мы, конечно, поддержаем. Вот, собственно говоря, как говорится, мы изначально понимали, что первые два года будут сложные, плюс у нас все-таки шла там достройка старых объектов компании, которые, ну, там, наша текущая команда соотношений не имела, мы ни в коем случае от них не отключаемся. Надо было что-то переделать, надо было какие-то старые проекты довести до нового уровня стандартных продуктов. Доделывались там социальные истории и так далее. Поэтому и такой был тяжелый, как бы, ПНЛ, но мы, как знаете, все плохое оставили. Вот, 23-й год будет куда как более веселый. Ну, в общем, те цифры, которые сейчас видите на экране, но, по сути, там уже, так сказать, мой ФРС-офисер, руководитель департамент СВО, под ним подписался, сказал, что, может быть, будет выше, но, если ниже, пара билет на основу. Ниже не будет. Как раз с твоим ФРС-офисер на следующий вопрос. Планируете ли вы раскрывать ответствующую отчетность чаще, чем раз в год? Да, безусловно. Начиная с этого года, я думаю, что, ну, у нас, как бы, ковенант стандартный от биржи раз в год, не позднее 30 июня, но, естественно, мы будем переходить на шестимесячный репортинг с аудиторским ревью. Ну, и, по сути, начиная, там, с апреля месяца уже, там, у нас будут такие, ну, вот, более подробные, более развернутые аналитические материалы, публикация операционных результатов. Ну, то есть, по сути, мы уже встаем на эту ступеньку такого вот еще большей открытости с инвесторами и, по сути, регулярная публикация, как идут дела в компании с точки зрения операционных результатов, с точки зрения, там, организационного развития, IT-развития, ну, и, естественно, финансовых показателей. Поэтому другого пути нет. Я думаю, что в апреле уже точно будет за первый квартал естественно стандартное аналитическое покрытие от наших банков-организаторов и наш собственный аналитикал-ревью, который мы, естественно, сделаем доступным для всех. Милеп, а как вы оцениваете ваш текущий уровень долговой нагрузки? Какова структура вашего долгового портфеля, публичной составляющей? Насколько критично давление на него со стороны наращивания земельного банка? Смотрите, если посмотреть на сухие цифры, они пугающие, я скрывать не буду. Но надо, говоря про компанию в девелопменте, всегда смотреть на две вещи. Первое, как вы правильно Сергея заметили, на структуру долга. Корпоративный долг у нас, по сути, это только выпущенные облигации и один небольшой корпоративный лимит от Сбербанка, который мы используем на приобретение площадок с дальнейшим рефинансованием в проектной финансировании. Основная же часть долга это, по сути, непокрытые остатки на искровых счетах. И там надо уже смотреть на матюрити долга, на его, собственно говоря, сроки погашения. Если смотреть по тем площадкам, по тем проектам, которые вводятся в 24-м и в 25-м годах, то у нас уже сейчас за исключением одного проекта уже полное покрытие скром кредита. Но те площадки, которые еще только-только вышли в продажу и приобретались в деньги, приобретались за достаточно высокую, удельную долю и без стоимости была измельный участок, то, конечно, там есть долг. Но что это за долг? Это долг, который уже, по сути, банк понимает, что это проектное финансирование, что по нему есть искрол, завтра начинается покрытие этого искрол, и там немножко по-другому работают ковенанты. И, соответственно, погашение этого долга будет только под ввод объекта в эксплуатацию, когда наполнение искрол будет больше. Соответственно, если говорить в процентном соотношении от чистого долга, у нас процентов 10 это корпоративный долг, которым облигации мы гасим оба выпуска в 25-м году, но они с биндикапом в 4-6 месяцев привязаны к вводу конкретных объектов в эксплуатацию. То есть мы получаем живой кэш из ИСПРО и, в общем-то, направляем его на погашение облигаций. Ну и, соответственно, если смотреть на краткосрочный долг, то у нас с погашением в ближайшие 12 месяцев только банды, которые, я уже говорил, как структурированные источники погашения. Все остальное либо проектная логика, либо долг с погашением через 4-5 лет. Поэтому на цифрах выглядит ужасно, но если поразбираться, посмотреть чуть более внимательно, мы всегда об этом готовы очень открыто говорить, ни в коем случае ничего не умолчу, что-нибудь объяснять, то все достаточно понятно и для такой компании, как мы, которая все-таки активно растет, ну, такой достаточно приличный уровень долга допустим, но к концу 24-го года мы за счет и выхода объектов в стройку, и ввода объектов, мы, естественно, планируем этот коэффициент привести уже к каталону 3-3,5. Да, еще вот вижу последний вопрос по поводу ваших финансовых показателей, в принципе, Глеб, вы уже на него ответили, но здесь конкретный вопрос, за счет чего вы планируете увеличить рентабельность по ЕДД в два раза в текущем 2024 году от участников предоставки? Я так предполагаю, что в 2024 году у нас в модели в том числе предполагается продажа непрофильных земельных участков, поэтому если брать очищенную от этой продажи ЕБИДУ, то она там будет плюс-минус такая же, как в 2025 и далее года, то есть это там если смотреть на показатели часто используются аналитиками ОИБ, то есть операционная прибыль до налогов амортизации и прочего и процентов, то она достаточно стабильна, с точки зрения маржинальности в 2024 году просто мы продаем три площадки, которые у нас не являются профилями, то есть там либо какая-то сложная градостроительная история, либо просто не наш класс, либо ну просто считаем, что там выгода от продажи этого участка здесь сейчас тупым как бы каунтингом через IPVRR выгоднее продать сейчас, чем реализовывать, ну почему бы также у меня был вопрос по сделкам M&A есть ли у вас интерес к таким сделкам на строительном рынке и одновременно допускаете ли вы сценарий, при котором выглотят вас? можете рассказать эту сторону бизнеса? Если говорить про нас как компанию, которая поглощает либо сливается, да, безусловно, этот вопрос на повестке, он, наверное, с точки зрения выхода в регион является наиболее быстро осуществленным, не только что легко осуществленным, но быстро осуществленным. У нас есть определенные критерии по компании цели, ну, наверное, там их можно раскрыть, это там 40 плюс возврата на собственно капитал, ну, и в данном случае, поскольку сделка будет преимущественно долговая, то есть, либо квази-долговая, то это там, наверное, с преподателя по сделке, это определенные требования по оценке компании, по региону присутствия, по продукту и по, там, наличию определенных внутренних процедур. Соответственно, сейчас у нас, в общем-то, уже есть даже целый небольшой департамент, который занимается сделками селения и поглощения, есть три компании цели, они расположены в трех разных регионах, там объем сделок не очень большой, 6, 7 и 12 миллионов рублей, финансировать мы их с высокой долей вероятностью будем не за счет долга, а за счет квазиэквити инструментов, то есть мы будем либо привлекать какие-то специализированные фонды, либо инвестподразделения банков коммерческих, которые могут, просто сказать, без нагрузки нашего баланса такую сделку закрыть, либо, если мы договариваемся с продавцами на цену, там, условно, три и меньше ебеда, то, в принципе, мы с точки зрения долговой нагрузки можем позволить как бы эту сделку закрыть, долг, что он не сильно отразится на нашем P&L плюс и балансе, плюс мы все-таки понимаем, что чем ярче и качественнее будет рост в ближайшие два года, тем, ну, там, более высокая будет оценка на IPO в 25-м году, поэтому такие истории с точки зрения поглощения, там, ну, давайте так, чтобы кого-то поглотить, первое надо, чтобы кто-то хотел поглотиться, либо имел большое количество проблем, ни того, ни другого мы сейчас, в общем, не испытываем, с другой стороны, возможно, все, может, регуляторика изменится, может быть, там, не знаю, завтра скажут, сделают, как в Дубае, да, есть мастер-девелопер, у нас пока это такое немножко такое идиоматическое выражение профессиональное, да, как бы в целом есть же в Дубае мастер-девелопер, может, у нас так вот с кем-то будет, а все остальные будут там, на подряде, вот, все возможно, ну, наверное, только такие какие-то совсем уж критические события, вот, а так, я думаю, какой-то стратегический альянс, какое-то стратегическое партнерство там на горизонте 26-го года, оно возможно, вот, но это именно все-таки важная вещь, что это партнерство должно идти под флагом Glorabs, то есть вот как бы объединиться, обменяться там акциями, это как раз, почему бы нужен еще IPO, потому что было удобно вот такие партнерства устраивать, нужна денежная сделка, сделала оценка рынка месяца, заменялись акциями, акционеры, все, все понятно, наверное, какие-то такие истории, но это, там, наверное, совсем далеко надо заглядывать, я бы пока этот вопрос с точки зрения поглощения нас не точно бы для своего поведения. Спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время нашего эфира, я задам последний вопрос от себя, если за это время еще зрители что-то спросят в чате, тоже обязательно озвучу. Глеб, а у вас есть собственные инвестиционные продукты, то есть про упаковку квадратных метров, не пробовали ли вы запаковать свое недвижимость за пив, может быть, думали о выпуске цепа на квадратные метры, какие-то такие вещи, посматривайте. Мы, безусловно, все рассматриваем. За прошлый год мы сделали там, наверное, 15 подходов, считали, крутили, и так и так. Я на эту ситуацию смотрю, там, наверное, с двух углов. Первый, безусловно, когда мы понимаем, что 70% денег, которые лежат у связов на депозитах, это сумма до 10 миллионов рублей, и при этом у людей есть аппетит к инвестированию в неделю. Ну, как будто бы это, как бы, очень отличная возможность. Но при этом, когда мы вступаем на путь расчетов и смотрим на эту историю со стороны физика, то есть, а я физик, мне интересно это купить, то экономика не бьется. То есть, когда ставки низкие, ну, физику проще пойти взять, там, условно говоря, ипотеку, купить санкционную цельную квартиру за счет капиталгейна, собственно говоря, потом ее продать. Таких примеров и на бумищемся рынке, и на очень бумищемся рынке. На самом главном эпоху низких ставок можно наблюдать массу. тогда идет период высоких ставок, и когда вот эта вот как бы тяга к игре, очень сложной, на самом деле, игре в инвестора через аполитичные инструменты заканчивается, ну, наверное, у физика появляется куча других альтернативных возможностей. То есть у меня есть аппетит Крилл Стейпа, как будто бы проще купить банды живем-то. Если есть там аппетит просто к доходности 15 лет, ну, как будто бы можно просто разместить деньги на депозите. Вот эта борьба и вот эта вот, наверное, какая-то вот эта разбалансировка, она пока, в общем-то, никем не решена. Глобально. Те фонды недвижимости из Апифена, которые закупали, запускались, я не могу назвать их супер-успешными. Хотя есть отдельные кейсы, но они такие достаточно бутиковые. С точки зрения ЦФА, ну, я пока с учетом ликвидности рынка и прикладных задач, которые может решать девелтер, пока вижу, это все-таки такой элемент больше пиара. Ну, молодцы, мы делаем токены. Сделали ли мы токены в этом году? Да, сделали. Но я считаю, что вот эта вся идея через накопление недвижимости, накопление метров через токены для будущей покупки, ну, там как будто бы не хватает какого-то активного участия регулятора, государства и так далее, потому что, ну, просто накопиться на квартиру, покупая там по 20-30 квадратных сантиметров, либо там по одному квадратному метру, наверное, в теории можно, но, опять же, все наши модели показывают обратно. То есть, как бы вот сделать просто, чтобы сделать, ну, наверное, сделаем просто, чтобы поставить на полку, и чтобы там наши пиарщики были счастливы, что они могут там это как бы крутить как-нибудь в полу. Мы очень много, я повторюсь, за прошлый год, ну, очень много делали подходов, очень много делали фокус-групп, очень много общались с банками, в конце года «Капитал» запустили с коллегами с самолета очень большой фонд, не узнавал последние пару месяцев, как у них дела, но на горизонте, по-моему, первых трех месяцев работы фонда продажи были всего на 10%. Ну, как будто бы пока никто не может найти здесь вот фишку. Но мы будем искать, потому что, конечно, повторюсь, такое количество денег физиков с небольшими чеками, оно, конечно, может стать одним из локомотивов спроса. При этом я, ну, не буду лукавить, конечно, я какие-то вещи, какие-то наши идеи раскрыть не могу, потому что, ну, хочется верить, что все-таки в нашем мире идея что-то еще стоит. Так, я спасибо большое за интересную беседу. Предлагаю в завершение вернуться к параметрам предстоящего выпуска. Может быть, какие-то у вас еще комментарии будут для ваших инвесторов? Ну, у меня комментарии стандартные. Мы всех очень любим, всех очень ждем. Повторюсь, мы потратим очень много времени и ресурсов на то, чтобы заработать на неустомый продукт для баннхолдеров с дальнейшим конвертом в капитал, который будет давать, конечно, совсем другую доходность. И я думаю, что те люди, которые вложились в банны компании, конечно, будут иметь приоритет при аллокации наших акций в октябре, сентябре 2005-го, может, даже найти. Выпуск один ряд рублей, два года, ежемесячный купон, не выше 18%. Текущий маркет нам показывает уровень 17-17-25, книга открывается 12 марта, организаторы «Газпромбанк», а теперь уже даже не знаешь, кого можно объявлять, «Газпромбанк» точно, потому что там преимущественно СДН, «Велкомонборд», я поговорю, есть уже сейчас достаточно высокая доля гарантированных заявок от банков, отправят банки, поэтому ждем любые вопросы, можно либо через коллег Сибонс, либо через организаторов задавать, если там нужно пообщаться отдельно, я уверен, что мои коллеги могут что-то прокомментировать, если вдруг я был сегодня не излишне в словоохоте. Вам, Глеб, как всегда, хотел бы пожелать успехов в вашем основном бизнесе и в работе на рынке капитала. Спасибо большое. Спасибо огромное, спасибо за площадку, за возможность, за интересный диалог. Всем удачи, берегите себя. Счастливо.